Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сегодня мы с вами вновь обращаемся к Евангелию от Матфея. Притча о том, как некий человек, который служил у царя, может быть, крупным чиновником, задолжал своему господину большую сумму денег. Однажды царь захотел сосчитаться со своими должниками. И вот привели к нему слугу, долг которого исчислялся суммой в 10 тысяч талантов. Это, ребята, очень много. Более 10 миллионов рублей. Но оказалось, что заплатить ему нечем. За долг полагалось продать в рабство его детей и жену. А все имущество должно было пойти с молотка. Несчастный раб пал на колени перед царем и стал умолять отсрочить ему время платежа, обещая заплатить все позднее. Его мольбы так растрогали царя, что он сжалился над своим рабом. По милосердию своему он совсем простил долг, весь до копеечки, и отпустил раба с миром. Раб, не помня себя от счастья, вышел из царского дворца на улицу. И вдруг увидел товарища, который, в свою очередь, должен был ему 100 динариев. Сумма совершенно незначительная. Он схватил доложника и стал душить его, требуя немедленно вернуть деньги. Никакие просьбы об отсрочке не растопили его сердце. Он позвал стражников и несчастного бросили в тюрьму. Об этом случае узнал царь. Вновь он призвал своего раба и сказал. Злой раб, разве тебе не надлежало простить другого, как я простил тебя? Разгневанный государь отдал немилосердного раба истязателям и велел мучить его, пока тот не вернет всего долга. Что же хотел сказать нам Иисус Христос этой притчей? Конечно, под милосердным царем надо понимать самого Господа. Рано или поздно нам придется держать перед ним ответ за всю свою жизнь. Не окажемся ли мы тогда должниками, не имеющими чем заплатить? А чем же мы вообще можем заплатить Господу? Добродетельной жизнью, то есть жизнью, согласной с Божьими заповедями. А если мы грешим? Если количество наших, пусть и мелких, прегрешений перевесит количество наших добрых дел? Оказывается, дорогие мои, даже и в этом случае у нас есть возможность быть помилованным. Господь по милосердию Своему может простить нам и десять тысяч талантов долга, только при одном условии. И это очень важно, ребята, при условии, что и сами мы в жизни прощали других людей за их грехи и недостатки. А если нет? А если мы только и говорили, что подружка Маша глупая, а сосед по партии Петя грязнуля, а учительница злая и ставит двойки? Если мы только и делали, что пристально наблюдали за чужими грехами и недостатками, не замечая своих собственных? Ой-ой-ой, а что же тогда про нас скажет Господь? Ведь Он вездесущ, и от Его глаз не укроется никакая наша провинность. Оказывается, ребята, у Господа есть такой духовный закон. На страшном суде Он будет судить нас по нашим собственным меркам. И если мы кого-то осуждали за их провинности, недостатки и грехи, то и мы будем осуждены. Если же мы никого не судим, то и к нам Господь будет милостивым. Не судите никого, и не судимы будете. Вот что говорит нам Господь. Вот какую заповедь Он дает нам. Только любите другого, только сожалейте о его грехах, сочувствуйте Ему, помогайте, прощайте. Тогда и вам все будет прощено, даже самый большой долг. А вот, дорогие мои, как важно смотреть на свои грехи, а не на чужие. А теперь давайте прощаться. И обязательно хорошенько подумайте о том, о чем мы с вами сегодня говорили. И храни вас Господь. Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. Субтитры создавал DimaTorzok